И всем привет, друзья! С вами, как всегда, Грифон, и я рад вас приветствовать на 17-й части моделирования под Subdivision Surface. Сегодня разбираем вот такую деталь, она у нас без отверстий, но с интересными скосами, и давайте разберемся, как с ними работать. Итак, вместе с вами сейчас быстренько создадим базовую форму. Вот у нас есть такой кубик, точнее, параллелепипед. Переходим на вид сбоку, далее создаем разрез здесь где-то, еще один тут, далее один так, и вот здесь по центру. Теперь вот эти точки удалим, здесь заполним полигонами, и создадим один разрез по центру полоси X. Теперь возьмем вот эти три точки, и сдвинем их по оси X вот до сюда. Теперь эти две сюда, и сдвигаем их по оси X вот до этих точек. Итак, вот базовая форма у нас готова. Теперь можно перейти к подготовке модели для Subdivision Surface. Сначала, на всякий случай, AM by Distance, и Ctrl-A Scale. Теперь создадим boundary loop. Я выделю один edge, select Similar Face Angles. Выделю дополнительные edge, которые нам нужны. Это все вот эти. Вот. Как-то так. Теперь Ctrl-B. Два сегмента, shape на единичку. И чтобы у нас вот такого не происходило, то есть чтобы все создавалось равномерно, убираем галочку Loop Slide. И давайте немного посильнее. Вот у нас готово все. Теперь давайте эту точку подвину сюда. По оси X. И здесь тоже. Что мы делаем теперь? Теперь мы должны оптимизировать вот этот угол. Сводим точки в звезду. Теперь давайте эту звездочку отодвинем к центру от boundary loop. Создаем один луп по центру. И три лупа здесь. Эти точки. Сводим вниз. А вот эти сводим влево. Так. Что мы делаем дальше? Дальше давайте заполним сначала вот этот треугольник. На этой части тоже создам три разреза. Давайте я сразу на всякий случай, ну точнее на всякий случай, для того, чтобы просто упростить себе работу. Здесь удалить точки. Здесь удалить точки. Mirror по оси Y и галочка Clipping. Тут потом давайте сначала заполним это полигоном. Здесь у нас треугольник. Потом его уберем. Когда mirror применим, просто вот этот центральный edge'ик растворим. Итак, заполняем вот этот треугольник. Не будем создавать здесь три разреза, для того, чтобы равномерность сетки не портить сильно. Давайте ограничимся одним. Сеточка у нас в этот раз будет не очень плотная. Но, в принципе, я думаю, для такой модельки в самый раз. Теперь ножом режем так. И строим линию до этой точки. Совсем правильно она построилась. Вот так. И теперь вот эти полигончики достраиваем до четырехугольников. Имеем такую топологию. Почему не сделать просто прямые линии и вот эти точки все не свести сюда, чтобы здесь просто получились четырехугольники? Потому что очень сильно пострадает равномерность сетки. И потяги будут с одной стороны больше, с другой меньше. Вот поэтому я решил, что правильное будет сделать здесь все-таки вот этот треугольник заполнить именно вот так. Теперь давайте разберемся с верхними и нижними треугольничками. Дело в том, что у нас здесь имеется вот этот угол. Он прямой. То есть вот здесь из него не должно выходить отжим. Желательно. Для того, чтобы он не тянулся. Поэтому вот этот эджик, выходящий из него, нам придется убирать. Давайте добавим один разрез вот здесь и два разреза на скосе. Только для начала давайте вот здесь я сделаю subdivide. По одной точечке поставим. И теперь уже два разреза делаем на скосе вот здесь. Теперь давайте перейдем на вид сверху. Возьмем ножик. Построим вот этот полигончик. Далее строим. Соединяем вот эти две точки. Теперь применим сразу. Я включу сетку. И вот этот эджик, вот этот центральный. Мы с вами растворим после применения мирора. И у нас здесь получится, что из угла прямого не выходит эджа. Теперь мы возьмем опять же ножичком. Просто построим разрез между этими двумя точками. Немного подвинем. Вот. Получается у нас такая топология. Давайте снизу сделаем то же самое. Вот эти две точки между собой соединяем. Опять же, вот этот четырехугольник. Этот эджик потом растворим. Далее. Здесь строим такой полигон. И эти две точки соединяем между собой. И подвинем эту точку куда-то вот сюда. Теперь мы можем применить модификатор мирор. Apply. И вот этот эджик. Ctrl-X. Здесь тоже мы, помните, хотели с вами изначально его растворить. Тоже растворяем. Ctrl-X. И вот у нас получается из прямого угла не выходит эджа. Теперь давайте мы вложим Subdivision Surface. Shade Smooth. И посмотрим на сеточку. Вот, как видим, такая у нас топология. Растяжение довольно сильное здесь. Из-за того, что сетка не особо плотная. Но они все равномерные. То есть везде все тянется одинаково. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей части. Субтитры сделал DimaTorzok